Но посаран, ребята, в эфире программа «Что произошло?» И прямо сейчас я расскажу вам, как страна праздновала Новый год. Отпраздновали в этот раз на славу, ничего не добавишь. Итак, поехали. Такое горячее, причем в прямом смысле этого слова, начало года, похоже, не перепомнит никто из нас. Информационная лента МЧС словно сводки с поля боя. Взрывы, пожары, обрушения по всей стране. С судьбой не поспоришь, и те, кого спасли из огня, все равно погибли. По халатности медиков. Прямо как в фильме «Пункт назначения». Весьма и весьма дурной знак. А все началось со взрыва в Магнитогорске. На Дальнем Востоке уже звучал гимн России. Все чокались бокалами после телеобращения в Путина. А в городе Металлургов люди видели десятый сон. В итоге как минимум 39 погибших и десятки раненых. Висящий на волоске губернатор Челябинской области Дубровский говорит о взрыве газа. Вообще, Дубровские новости, а о скорой отставке которого приходят едва ли не еженедельно, много чего говорит. Вот только, как правило, слова его не имеют ничего общего с происходящим на самом деле. Вот это в этот раз. Если вдруг на самом деле теракт, то губеру сразу шмотки собирать. Однако, Следственный комитет до сих пор сама невозмутимость. Представители ведомства дают сухие комментарии, что отрабатываются все версии. А жители вообще молчат. Этот молодой человек за 15 минут до взрыва прошел по всей лестнице. Он спустился в гараж. Говорит, что никакого запаха газа не почувствовал. А вот аэросъемка взорвавшегося подъезда. Посмотрите на двери лифта. Например, вот. И дальше тоже. И так на каждом этаже. Почему же они выворачены наружу? Да скорее всего, потому что что-то и взорвалось в лифте, а никак не на кухне. И еще один аргумент. Вот сейчас на ваших экранах последствия взрыва газа в одном из домов того же Магнитогорска. Случилось это несколько лет тому назад. Чувствуете разницу? Кстати, в каждом городе-миллионнике России газ взрывается с пугающей регулярностью. По 5-10 случаев за год. Только в моем родном Екатеринбурге в прошлом году 4 таких случая было. И что-то я не припомню, что в столь серьезные разрушения когда-то были. Да и что это за взрыв газа такой странный, что на место ликвидации ЧП приехали аж два федеральных министра, глава Следственного комитета и президент, который самолично возглавил штаб. А маленького мальчика, найденного живыми под завалом, вывозил лично глава Сбербанка Герман Греф, который ранее никогда не был замечен в благотворительности. Странно все это как-то. А теперь смотрите, как нам все это пытались преподнести на государственном телевидении. Глава Минздрава распоряжается отправить за ребенком спецборд. Двухчасовой перелет и около 11 вечера самолет приземляется в Магнитогорске. Да-да, это дорогой членовоз Грефа американского производства марки Гольфстрим 500. Государственная пропаганда пыталась замаскировать его под спецборд. На кадрах видны роскошные кресла, но видимо наши пропагандисты решили, что зрители и так проглотят. Тьфу, срамота. А что вы на это скажете? И это через несколько часов после взрыва. Смотрите, сейчас машину бросят гранату. Кстати, водитель – мигрант. Семья у него русская. Жена и ребенок. Все трое без вести пропали. А очевидцы как раз говорят о трех трупах в сгоревшей машине. А сто лучших следователей, которых собрали со всей необъятной родины и перебросили в Магнику. Это, простите, что? Они что вообще расследовать будут? Хронологию будут восстанавливать, так сказать, насколько миллиметров труба газовая прогнивала каждый год. Действительно, все это очень и очень странно. Вообще, как вариант, это действительно мог быть и теракт. Теракт для устрашения так называемого хозяина Челябинской области – Рашникова. Вот он, красавчик какой. Хозя Магнитогорского металлургического комбината. Говорят, что в последнее время стал он малоуправляемый. Впрочем, все точки над ЮАРа ставят следствие. А мы продолжаем. В город Орск вас приглашаю. Здесь тоже знатно отметили Новый год. В пожаре в частном доме погибла семья из семи человек, в том числе и трое детей. Все задохнулись. Спасателям для вас достаточно быстро локализовать и потушить пожар. Однако еще до их приезда семь человек, в том числе трое детей, самому младшему из которых не исполнилось и полгода, задохнулись угарными газами. На место трагедии приехал даже целый губернатор. Он, кстати, и совещание экстренное для непроспавшихся после бурной встречи Нового года чиновников устроил. Сделали все для того, чтобы такого не повторилось. В Дагомысе горел многоквартирный дом. Жильцы были эвакуированы. Сообщается о нескольких пострадавших. Одна женщина погибла. В Красноярске сгорел склад отработанных литиевых аккумуляторов. В СМИ гуляет разная информация о пострадавших. Точную цифру не скажет никто. К счастью, обошлось без погибших. Пусть выбирает, п***. А там нечем нужно? Там, ну, что-то, это мы в Легионе. А их там, п***. В Иваново возгорание частного дома могло закончиться большим количеством погибших. Однако этого удалось избежать благодаря мужеству нет. Не спасателей. Двух молодых парней. Они сумели вытащить из уже горящего дома всю семью. В результате погиб только один человек. Из руки этого парня кровь бьет фонтаном. Бережно поддерживает товарища. Никита Ратушненко подводит Дмитрия Лепетикова к медикам. Эти ребята первые увидели пламя в 32-м доме. Не раздумывая, друзья бросились к окнам. Никита и Дима выносили из огня маленьких детей и помогали выбраться взрослым. Но выбраться на улицу, к сожалению, удалось не всем. В огне погиб мужчина. Найти его тело спасателям удалось и не сразу. Мешало сильное задымление. В Архангельской области врачам скорой помощи, скорее всего, так не хотело сработать новогоднюю ночь, что они угробили уже спасенных. Представляете, людей вынесли из огня и передали их врачам. А те добили чудом выживших в стихии. В результате погибли все, включая младенца. Вообще горело по всей России. Столько пожаров, сколько случилось в эту новогоднюю ночь, подбои курантов и звуки российского гимна, страна вряд ли припомнит. Ну, разве что только во время бомбежек в Великую Отечественную. Ну, и сейчас-то нас никто не бомбил. Или я ошибаюсь? Так что же произошло такое? Не только от огня гибли россияне в новогоднюю ночь. В Хибинах лавина накрыла лыжников. Двоих удалось откопать. Одна женщина погибла. Остальные, к счастью, не пострадали. Но, пожалуй, самый-самый символичный случай произошел в парке Горького. Вот так. Прямо по гимн России. И это апофеоз. Любые другие слова здесь излишни. А мы в Серпуховской район Подмосковья перемещаемся. Здесь прошли общественные слушания по вопросу строительства очередного мусорного полигона, коими Московскую область буквально утыкали. Ибо столица разрослась до таких размеров уже, что отброса девать некуда больше. Посмотрите, как местные жители любят чиновников. А это уже Каменский район Свердловской области. Это бизнесменша, очень приближенный к одному из местных чиновников. Говорят, что настолько приближенный, что аж прям до неприличия. Впрочем, вдаваться в подробности ее интимной жизни мы не будем. Просто посмотрите, как она разговаривает с сотрудниками ДПС. Можно, б***ь, вот оно, б***ь. Вы, б***ь, у меня уже от вас, б***ь, трясет ментовских, б***ь. Дай мне мои документы, я поехала, б***ь. Мне уже плохо от вас, б***ь. Требования-то могу посмотреть? Требования могу посмотреть? Зачем оно тебе? Ну вот оно, б***ь, вот. Зачем оно тебе? Для чего? Для чего оно тебе, б***ь? Для чего? Отпусти человека и все. Нельзя. Хочу я тебе так, б***ь, деньги заплачу сейчас. Нельзя. Только отпусти, не ехать надо. Нельзя, девушка. А с утюг, лейтенант полиции не пить. Ну вы что, издеваетесь, что ли, а? Да. Что дата, б***ь? У меня вот, вот выписан, б***ь, штраф. Ты не видишь, что ли? Вот от третьего числа вашим, б***ь. Судят полицейских. Сотрудникам УВД города Екатеринбурга и ГУ МВД по Свердловской области грозит административка. За то, что на митинге 9 сентября хватали кого ни по поди с улицы. Прохожих, журналистов, да и в общем много кого. Сажали всех в автозаки и привозили куда бы вы думали. В ТИР и в спортзал. Там их насильно удерживали по 6, а то и 12 часов. Не пускали к ним правозащитников. Впрочем, городские полицейские на процесс вообще не явились. И областные прислали чудо, не знающее ни законов, но гордо именующее себя юристом и официальным представителем полиции. Наша позиция заключается в следующем. Первый, в Комбаре России по Свердловской области считает себя ненадлежащим ответчиком по данному делу. Впрочем, стола рядом не было. Провалиться куда-то со стыда не получилось. И потому сие чудо природы решило убежать от журналистов. Причем в прямом смысле этого слова. Олег, включай. Подождите, оставьте у вас покой. Я вам запрос сделаю на основании закона федерального. Для вас что, закон пустое место? Уважаемая, вы кто? Буклик в улице? Это все ли в полиции? Уважаемая! Она не слышит. Для вас закон пустое место? Люди содержались в тире и спортзале в течение от 3 до 12 часов. То есть это ни в какие рамки не лезет. Это было задержание. Незаконное. Незаконное лишение свободы. Кстати, это первый подобный процесс на Урале. Он только начался. И о перспективах говорить пока рано. Но в любом случае понятно, что крайними здесь окажутся сотрудники полиции. А кто же виноват на самом деле? Знакомьтесь. Это творение божье зовут Олег Малишевский. Он сотрудник так называемого Министерства общественной безопасности Свердловской области. Вам отвечать отказываю. То есть вы желаете, чтобы возник конфликт в результате того, что люди туда все равно придут? Я с вами в дискуссию вступать не хочу. Понятно. Минобжбезопасности – это такая своеобразная прокладка между областным правительством и ФСБ. Связные, передасты, шестерки. Как хотите, так и называйте их. А я бы назвал их по-другому. Бездельники, присосавшиеся к бюджету. По словам очевидцев, именно он отдал приказ хватать всех, кого не попадя. Видимо, чтобы показать хозяевам свою значимость. Ибо подзабыли, наверное, о его существовании уже. Но пока что Аглоеду удается избежать наказания. Надеюсь, что это только пока. Каким бы ни был исход этого судебного процесса, все равно он на пользу пойдет. Ибо сотрудники полиции больше не будут безоговорочно выполнять незаконные приказы. Будут они знать, что и проблем можно хапнуть после этого. Может быть, и думать начнут. А там, глядишь, и расформируют совершенно никому не нужный орган под названием Министерство общественной безопасности. Может быть, хоть высвободившиеся наши с вами средства на что-нибудь действительно нужное потратят. А то, что это за гестапо такое в пределах одного региона. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите в соцсетях, добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю.